Владимир Путин подписал закон о целом комплексе мер. Так, правительство в течение этого года будет вправе проводить дополнительную индексацию пенсий, увеличивать размер социальных выплат, корректировать размером род и прожиточного минимума. Россияне, оформившие займы до 1 марта, могут рассчитывать на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. До конца 2022 года вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, включая IT-компании. Упрощаются правила госзакупок. Малым предприятиям могут разрешить вести деятельность без продления лицензии. Но и это еще не все. Полный текст закона на портале правовой информации. Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам с просьбой, что не должно быть ажиотажа вокруг выплат, которые связаны с мерами социальной поддержки. На сегодняшний день все кузбассовцы в срок получат и пенсии, и детские пособия, и другие меры социальной поддержки. Финансовых средств для выплаты по любым мерам социальной поддержки на сегодняшний день достаточно и в федеральном бюджете, и в областном бюджете. Это касается и пенсионного фонда, где заложены все необходимые средства на выплату пенсии и иных мер соцподдержки. Это касается и фонда социального страхования, где также достаточно финансовых ресурсов для своевременной выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Все необходимые перечисления по всем назначенным мерам социальной поддержки перечисляются всем субъектам Российской Федерации и внутри каждого субъекта Российской Федерации вовремя и в полном объеме.